итак друзья привет сегодня у нас обзорчик даже тест-драйв мотоцикл elefant kpr 200 вот так он выглядит спереди вот так он выглядит сбоку ну что давайте заведем очень интересная особенность этого мотоцикла его фара вот так вот светится при как бы как габариты но когда мы включим ближний цвет свет включается вот такая вот линзочка симпатичная днем от нем мало толку в принципе даже еди в пробке думаю что намного роли большой не играет ее не видно в зеркала автомобилей но вечером очень даже работает и в принципе очень даже светит вперед единственный как бы минус в базовой комплектации этого мотоцикла что она настроена таким образом что светит идеально по высоте только когда вы едете с пассажиром сзади когда едете одиночкой то в принципе светит она немножко низковато но я думаю через какое-то время я разберусь так но еще раз глянем на мотоцикл и поехали не знаю почему я зашел с этой стороны ну в общем такое дело так что мы имеем здесь у нас на приборной панели аналоговый тахометр размеченный до 12000 оборотов с 9 идет красная зона и еще есть такая интересная штучка как вот эта лампочка красная она загорается когда ты заходишь как раз на эту красную зону предупреждаю тебя что нужно уже давно переключить передачу в принципе я думаю как раз начать стоило с того что сделать вот так включить зажигание как раз компьютер проходит кружочек как бы делает тест и таким вот так вот мы заводим мотоцикл единственно что шару вы завести нормально даже когда он уже прогретый нужно просто немножко подгазнуть и это делают таким вот образом чик немножко подгазнул все он выходит на свои 1500 оборотов со времени когда прогретый чтобы завести его на холодную есть вот такая вот штучка но на самом деле она практически практически не работает не знаю какой в нее смысл хорошо видно ее работу по этого подсосе к когда ты заводишь еще одна холодная холодную когда прям аж вот так вот увидите как если только сильно сильно не нажать туда есть какой-то смысл атак в принципе вот это у нее можно сказать холостой ход такой принципе даже сейчас на улице около 10 градусов у меня сопельки но он и так нормально прогревается так что у нас здесь нету как бы на переключателях в принципе все стандартно нету света габариты свет управление двигателем глушилка двигателя с этой стороны поворотнички левый я уже начал показывать правый показатель светится тут выключаем его ближний дальний здесь и вот сигнал и вот блымалка дальнего света тоже кстати работает все прекрасно мотоцикл прошел 2465 километров практически две с половиной тысячи на данный момент и в принципе нареканий у меня на его работу нету но как бы не должно быть все таки это лифан когда мы сейчас включим первую передачу то здесь как раз у нас появится обозначение что включена первая передача передачи как у по классической модели 1 вниз остальные вверх вот так вот на месте иногда пока он не прогрет и тяжело переключать нейтрал очку найти на холодной очень легко ну и чем дольше прорывается чем больше прогревается мотоцикл тем все труднее труднее но в принципе я подтянул сцепление сделал и холостой ход такой более не менее нормальный короче репать под отрегулировал сцепление тросик и к переключению нареканий нету иногда конечно ну бывает такое что тяжело включить первые особенно на нейтралочку но если ты его чуть-чуть прокатишь ну в общем как всегда она включается нормально еще хочется немножко пару слов поговорить про зеркала если честно мнение не очень нравится во первых не видно нифига что творится сзади при таком расположении зеркал не регулируется вниз супер нажал кнопочку зеркал регулируется получается в двух местах вот сюда вот вперед-назад регулируется и еще с его тут шарнирчик такой который в принципе сама зеркала регулирует мне удобнее всего такое положение когда зеркала ближе всего потому что так по крайней мере я вижу что творится сзади а когда я это вижу когда немножко приподнимая руку потому что так на самом деле все творится сзади не очень сильно и видно вот зеркала достаточно плотненько сидит несмотря на то что этот крепление уже шатается нужно кстати поглянуть с этой стороны все нормально с этой шатается видно от каких-то вибраций но ничего отрегулируем и так что можно выдвигаться потихонечку выключим свет и в принципе наверное сейчас мы сразу выйдем на ровную дрожку и попробуем разогнаться до сотни сразу же мотоцикл уже были не менее прогретый камера включена поехали что ли так а подножечку убрать подножечку убрать тоже нужно вот так вот звучит его мотор в принципе на данном пробеге пока никаких посторонних шумов нету ну что стали вот у нас такая ровненькая дорожка немножко конечно поднимается в маленькую горку но давайте сейчас посмотрим приблизительно его разгон до сотни что сзади машина ничего сейчас мы разгоняемся и так поехали раз два три но до сотни не до сотни мне было непонятно что сейчас будет делать то машина надо 80 разогнались то главная характеристика это маленький размер и достаточно неплохая скорость стартовому смотрите о чем я сейчас хочу сказать что-то тут непонятное затвориться на самом деле плюс этого мотоцикла в следующем выезжаем между ряде становимся первыми на светофоре что у нас в этот раз не получилось и стартуем стартовой скорости в принципе достаточно чтобы уходить первым со светофора достаточно чтобы бодаться в скорости с некоторыми мотоциклами особенно теми кто не знает что вы с ними подаетесь с некоторыми автомобилями я имел ввиду едем мы как видите по дороге что попало дорога у нас что попало но в принципе в чем плюс этого мотоцикла несмотря на его спортивную такую наружную часть он достаточно мягенький причем передняя вилка я бы сказал даже чересчур мягенькой но это я сказала бы только в тех моментах когда нужно затормозить а по такой ужасно ужасные дороги мотоцикл в принципе отрабатывает очень хорошо особенно если сравнивать с его китайскими другими коллегами с объемом 150 200 кубов сейчас мы едем со скоростью 75 километров в час и в принципе на 5 передача прекрасно он справляется со всеми неровностями причем причем я бы еще отметил не только амортизаторы но я бы еще отметил резину потому что она мне кажется достаточно мягенькая еще по подвесочке она очень мягенькая очень мягенькая для одного человека но если посадить с собой пассажира о особенно такого килограмм под 70 то в принципе мне кажется что ее уже немножко и не хватает потому что на таких вот неровностях эти ямочки где-то какие-то может швы дороги и где-то вот как друг только что был то в такие моменты уже пружина складывается полностью и мотоцикл достает отбойником до короче достает отбойником складывается полностью немножко некомфортно конечно ехать это очень непривычно но с другой стороны есть и плюс этот эта подвесочка имеет три положения ее можно будет отрегулировать чем я скоро и займусь я думаю что сниму на этот по этому поводу отдельное видео так непонятно есть пешеходы нету против нету и так вот я сейчас стартую с 4 передачи начинал крутить наверно с 30 и сразу же напрашивается вывод о том что этот мотоцикл снизу работает не очень охотно сейчас повернем я вам еще раз продемонстрирую остаемся на 5 сейчас посмотрим сейчас посмотрим что у нас тут на третью автоматом переключился на давайте с 4 получается 2000 оборотов не хочет не хочет ой как не хочет и вот где-то вот тут уже с 5 он прям хочет работать то есть в принципе с 5 и где-то до 8000 оборотов он работает очень уверенно можно ли при этом сказать что он эластичный ну в принципе да просто через какое-то время привыкаешь к этим режимом и все и получается что его хватает нейтрал очку как я говорил в принципе достаточно легко нашел здесь справа у нас автомобиль будет ли он поворачивать направо вроде бы нет ну отлично уходим первым со светофора вот а теперь вот первую было включить тяжело пока не крутнулся ну конечно конечно ланос хочет с нами попадаться поехали это не все как ни странно у него это получилось но ну что ж спасибо некси что показала всю мощь этого мотоцикла 200 кубов 17 с половиной лошадиных сил по паспорту 17 ньютон и метров крутящий момент и мы видим что это конечно не со старта но если стартовать если стартовать с если стартовать ходом то в принципе он меня ну не то что он меня сделал но мы ехали где-то вровень я выкрутил ручку практически по максимуму держал там мотоцикл докручивал до десяти тысяч и в принципе немножко таки сел на жопу вот так вот вот так вот будем знать ездил я на нем и за городом и принципе подвесочка меня удивила дороги у нас за городом тоже не везде хорошими еще меня больше удивила его крейсерская скорость в начале я так скажем стеснялся есть ехал 80 90 и 90 километров в час это на тахометре на шестой передачи 6 тысяч оборотов но потом немножко посмелел уже понял что он может и принципе так скажу 100 километров в час достаточно хорошая скорость для этого мотоцикла особенно как бы 90 100 это его крейсер можно ехать там 105 106 чем я и воспользовался в принципе но было ну как бы было достаточно удобно что вот такой вот мотоцикл так как у меня гараж на окраине давайте сразу же покажу вам как он ведет себя на бездорожье потому что дорога к моему гаражу по гаражному кооперативу это что-то с чем-то сейчас мы выйдем на эту волшебную дорогу между гаражами которая когда-то была хорошая сейчас там просто кошмар особенно зимой и после дождика вот эти вот все неровности заполняется водичка и стоит она долго долго так вот когда дождика нету то вот и она все нормально высыхает то тут песочек прям песочек песочек и особенно в этих местах вот тут кто-то насыпал песочка и тут мне очень не нравится как ведет себя переднее переднее колесо вилочка получается настолько мягенькое что на других мотоциклах я у меня всегда уходило заднее колесо переднее в принципе всегда вела себя более не менее нормально здесь же наоборот уходит обычно переднее колесо заднее более не менее держит эту жижу ну не знаю не знаю в принципе конечно же с другой стороны этот мотоцикл мне вообще не предназначен для такой такой поверхности ну как бы есть что есть моему тэшу моему все приехали так всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки в комментариях задавайте вопросы если что на них отвечу с удовольствием и опять таки пишите нравится вам не нравится этот мотоцикл если у кого есть такой мотоцикл также пишите в комментарии давайте дружить и все всем спасибо увидимся спасибо спасибо и